Друзья, здравствуйте! Чао-чао от Пути! Всем огромный привет из Италии! Рана, это лягушка! Ну так что, мы ее спасать будем? Габьяма сальварчик, кеда у фары, Фабьер! Посыпаем на коже! Подожди, подожди! Нон ситока, Жень! Малые дорме! Мы идем по дороге, и тут лягушка спит прям посреди дороги. Любой может наступить, и вообще не видно так. Фабьер решил ее спасать. Я не знаю, она живая или что это с ней такое? Она живая! Она спит! В общем, мой муж не выдержал. Что-то ищет. Что-нибудь, чтобы взять лягушку. Он будет ее спасать, по-моему. Что-то верили! Я не знаю, что это такое. Но у нас и на балконе все, в таких вот разводах, после дождя. Вот тут, какое-то желтое все. Лебо, когда дождь начинался, оно было все желто-черым. Чистая машина была, после дождя какая-то стала вот такая вот в разводах. А то у папы нет. А у папы нет, потому что он приехал... А нет! ...с другого региона. Вот смотрите, что нам принесла песчаная буря. Дождь с песком. Все машины на улице такие вот. И вот что. Какой-то, не знаю, как глина, песок. Вчера здесь подметала у себя на терраске. Ну, опять все такое вот в этом. После дождя насыпало. Дождь прошел, и остался такой осадок. Коричневый. Желто-коричневый. Смотрите, я снимаю. Друзья, здравствуйте. Чао-чао. Тут я симон-прометрия-то стали. И у нас сегодня выходной. Так и хочется сказать. А у нас воскресенье, у нас суббота. Ну, у нас ни разу ни суббота, ни воскресенье. Просто четверг. Но четверг необычный. Это пасхальная неделя. И поэтому сегодня, в четверг и завтра дочка моя в школу не идет. В понедельник не идет. Так что такие у нас пасхальные каникулы. Да, и потом еще два дня. Да, да. И мы, в общем... Какие два дня? А вторник в школу? Нет! Ты сказала, вот эти вот дни, потом понедельник, потом еще два дня больше. Окей. Мы сегодня решили эти дни использовать. Приехали в Джилинаццо, приехали в бассейн. Побалдеть. Правда, у меня горло заболело. Поэтому я не пошла плавать. Плавала только Женька. Ну и было здорово, потому что... Наш поезд опаздывает на 15 минут. Раньше ездила всегда поезда как часы. А сегодня какое-то... Сюда ехали, поезд опоздал на 20 минут. Обратно едем, тоже он опаздывает на 15 минут. Ну ладно. Грация. Мы, в общем, опоздаем... Мы очень сильно опаздываем на обед. И чем классно было сегодня, из-за праздника очень мало народу и время неограниченное. То есть можно было купаться, я не хочу. Женька полтора часа там наплюхалась. Я тоже хотела, конечно. Мне как-то немножко и завидно даже было. Мы приехали на поезде сегодня, потому что наш папа на работе. У него каникул нет, в отличие от нас. Поэтому мы с Женькой поехали поездом. Решили не ждать его вечер, потом не тратить на эти поездки. А вот с вами самостоятельно поехали, как взрослые, как большие. Так что уже поплавали, сидим, ждем нашего поезда, поедем домой. Опаздываем на обед уже, кстати. Уже должен приехать, мы должны были выехать сюда раньше приехать. Поэтому уехать раньше. Но из-за опоздания поездов мы сюда позже приехали. И вот пока пришли, сейчас вот обратный поезд тоже опаздывает. Короче, не знаю, в два часа только дома будем. Это вообще супер поздний обед сегодня. Ко мне ездим. Пьем сок с Женькой. Оранчо, оранчо, росо. Аперсин и красный апельсин. Так. Но надо билеты пробить. Вот это работает, а это не работает. Вот это пробьем. Не пробивается. Оно тоже не работает. Подожди. Работает. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь шла дорога, по-моему, из Бетонда, по-моему, приезжали. Это была очень востребованная железная дорога. Вот здесь была эта железная дорога, когда была бабушка, понимаете? Просто как бы многие сеньоры из Бетонда, богатые люди, жили в Бетонде там, а здесь имели домик у моря, здесь Санта Спирита. Это здесь была железная дорога, которая очень сильно использовалась, но потом появились машины. Ну и стало уже не так востребовано эта дорога железная. Во-первых, машины появились, во-вторых, дома, продавали эти дома эти сеньоры, поуезжали там, поразъезжались. Не знаю уже, как это все произошло. Уже такого буржуйства здесь нет. Ой, ромашечки. Ой, какие красивенькие. Прямо как... Хочу одну. Не, мы здесь брать не будем, ромашки-то чужие. Я только из магазина, сейчас покажу, что прикупила. В общем, купила себе вот такой цветочек, поставлю на балкон. И вот такую вот штуку. Кончи мэйликвида. Ну, типа, короче, подкормка. Потому что у меня как-то цветы не очень растут. Вот они гибнут, и, ну, я не умею за ними ухаживать. В общем, попробую с подкормкой, посмотрим, как они будут меня радовать с подкормкой. В прошлом году мы понасажали с этим семенами, и, в общем, как-то все там передохло. Ну, а в этом году попробую уже вот так, посерьезно, с подкормкой, совсем. В общем, посмотрим, как это все получится у меня. У нас гости, детишки, они гуляются вдвоем сейчас. Я пока выползла, чтобы им не мешать, хочу немножко у себя на террасе убрать. Потому что тут какое-то вот нанесло, не пойми чего-то. Короче, хочу это все убрать, чтобы в дом не нести. Уже выставила свой новый цветочек сегодня на балкончик. Радуюсь, любуюсь. Буду за ним ухаживать. Надеюсь, что он у меня будет жить долго и счастливо. И хочу сегодня рассказать о такой теме. Поговорить о работе. Работа в Италии. Женщины, которые уехали, как я, замуж в Италию, они, многие очень с этим столкнулись. С тем, что найти работу не легко, не просто. Предложения есть. Есть много таких предложений. Например, для женщин со знанием русского языка. Я начинаю смотреть. И все, что я вижу, это или предложение няне Баданте, или работать аниматором. Аниматором в туристической какой-нибудь деревне, в туристической зоне или в отеле. Причем эти отели, эти туристические деревни, они могут находиться не в баре, где я живу, а не знамо где вообще. Где-то в области, где-то... В общем, по всей Апуле могут быть разбросаны. В условиях, когда у меня ребенок ходит в школу, я его должна водить, я должна тут присутствовать. Это на самом деле просто нереально. Ну и плюс там еще вот это предложение, вот эти предложения о работе аниматором, там обычно ограничения по возрасту максимум 35 лет. Ну, им нужны активные молодые люди, зажигалки такие, которые там будут развлекать людей, веселить, проводить зарядки, играть с детками. Ну, а уже люди старше 35, они уже иногда такие медленные и ленивые. Поэтому есть такое ограничение. Как бы вот варианты боданты и варианты нянечки. Эти варианты мы просто не рассматриваем. То есть, как бы рынок труда для женщин, приехавших сюда замуж, он не очень разнообразен. Да и местным как бы тоже, местные тоже очень многие сидят без работы, женщины смотрят семьи, смотрят своих детей, занимаются тем, что выготавливают мужу особенные блюда. И убирают квартиру, и просто экономно распоряжаются бюджетом. Умеют тратить экономно, учатся этому. В общем, выбор работ небольшой. Иногда попадаются такие предложения, как торговые представители. Обходимо знание языков, какие-нибудь еще там требования специфические, в зависимости от компании. В компании, например, нужен конкретно представитель именно вот в этом регионе. Или в Италии, во всей. Ну и тогда уже как бы, если повезет, то бывают такие вот варианты. Ну и последнее, на что можно наткнуться, что очень редко, это какая-нибудь вакансия секретаря, администратора в каком-нибудь предприятии или частном каком-нибудь, или еще где-нибудь. Но такие места требуют хорошего знания языка. И чаще всего их разбирают очень быстро и местные. местные женщины, сидящие без работы. Это я так рассказала, исходя из своего вот такого опыта, небольшого поиска. То есть одно время именно меня находит, я начинаю усиленно искать работу. Потом я вижу, что там все одно и то же, мне ничего не подходит. Я бросаю это дело. Потом через месяца три опять мне что-нибудь стукнет, я начинаю искать работу. И так на днях меня тоже осенило, что практически все русские жены, с которыми я общаюсь, которые вышли замуж за иностранцев, живут в других странах, ну не только в Италии. И в Америке, и во Франции. Очень многие из них работают. Из моего круга общения. Ну вот я одна такая безработная. Я, конечно, занимаюсь делами, которые мне приносят удовольствие. Там фотография, видео. Ну я так решила, что, наверное, было бы неплохо еще. И пойти на работу, которая будет мне деньги давать еще. Приносить мне доход. Как бы я стала смотреть предложения, которые есть на сегодняшний день. И вот впервые за вот эти два года, которые я здесь проживаю, я наткнулась на предложения, которые меня полностью заинтересовало. Работа связана немножко с разъездами. Ну в том секторе, в котором меня заинтересовало. И я отправила резюме. Моя кандидатура их очень заинтересовала. Учитывая мое образование, мой опыт, что я нахожусь именно в том месте, где им нужно. В общем, я им по всем параметрам подошла. Абсолютно. Но был только один критический вопрос, принципиально, который их интересовал. Это наличие водительских прав и автомобиля, которые я могу использовать для работы. Я уже рассказывала, что права у меня белорусские. И я их даже не поменяла на международный вариант. Они у меня такие, ну, обычные белорусские права, полученные когда-то в 2009 году. С ними водитесь, машин не могу. И вот такой вот получился косяк. Если бы они у меня сейчас были, я бы уже сегодня работала. И что-то я так подрастроилась. У нас этот вопрос висел так в воздухе. И никого он особо не волновал. Все всех устраивало. У мужа есть права. Он меня возит везде, где мне надо. А если честно, я побаиваюсь местных дорог. И вообще, я очень уже несколько лет не водила машину. Я понимаю, что мне было стрёмно даже начинать, честно говоря. Поэтому я так в ракушку спряталась и сидела. Но вот после этого случая, вплотную занялась этим вопросом, мы уже были в школе вождения. Первое, что они предложили нам сделать, они решили уточнить все-таки, переуточнить информацию, может быть, можно мои права конвертировать. И права конвертировать оказалось нельзя. Вот украинцы приняли такой закон соглашения, что вы можете с украинскими правами здесь водить машину сколько-то лет, там пять лет, а потом эти права поменять на итальянские. А с белорусами такого соглашения не было. Поэтому мои права здесь не котируются никак. Нужно идти заново в школу, сдавать экзамены. В общем, все как положено. С вами курсы, три месяца учебы, и потом экзамен. Так что следите за правами. Теперь я задумалась о возможности свободного передвижения на общественном транспорте и о наличии прав. То есть вещи, которые я два года жила, и мне совершенно не волновали. Меня все устраивало. Я сидела себе тихонько дома, куда мне надо, меня муж завезет. И мне так вот шикарно просто. Ну вот теперь озадачилась таким вопросом. Вот такие вот у меня дела. Ну вот одну террасу себе отодравила. Пойду еще одну помою. Всем шлю солнышко и тепло. Хорошего всем настроения. И огромный привет из Италии. Чао-чао, а тут и пока-пока.